Приветствую на своем канале. Я помню, что были какие-то запросы по поводу еды. Я тут с самого утра совершенно глухая на оба уха. Я не знаю, как это получится записаться. Если запишется нормально, то я это выложу в сеть, естественно. В общем, торкнуло мне в голову сделать молочный коктейль с мороженкой. Мороженка есть, молоко я сегодня купила. Нашла даже какой-то там сиропчик или варенье, как-то клюквенная или смородина, я даже не знаю. Но у меня, как обычно, периодически ступор. Я тупо не знаю, в чем это все сбивать надо. Миксер у меня времен Советского Союза. Ну, конечно, не советского, но лет 15-20 ему есть. Еще с того момента, когда фирмы выпускали именно там, где они есть. Ну, допустим, если ровента, фен у меня есть, то он именно ровента, я не в китай сделанный. Я периодически все хочу, периодически думаю все. Но пока только думаю, руки у меня так не доходят, купить этот блендер. Но то сомневаюсь, то отзывы какие-то не такие, то, в общем, как-то оно все в мыслях. Поэтому буду я юзаться вот этой штукой. По идее, это надо было, наверное, почитать, что как делается, то без пропорций. Но у меня, как обычно, толкнуло в голову, я 2 часа собиралась, ждала, когда же мои уши попустят. Обновляла там этот драйвера на мелком, и вот вдруг все-таки решила попробовать записать. Я думаю, стакана молока хватит. В чем взбивать я тоже не врубилась, решила, что, наверное, можно в кастрюльке. Иди сюда, мороженое. Вообще, наверное, надо взять ловочку. Но у меня в свое время умудрилась подрастать, а потом умудрилась подзамерзнуть. Я не знаю, вообще-то видно или не видно. Вообще неудобно это все делать на камеру. Надо запариваться, как это выглядит. Подозреваю, одним мороженым тут не делаешься. Хотя, в принципе, что будет. Молоко я тут уже убрала. И сейчас я соберу, сколько тут закапать этого сиропчика. Я сто лет не делала коктейль. В общем, у меня была какая-то другая, как бы это сказать, тара, миска, кастрюлька, стаканчик, в который я взбивала раньше, но что-то я ее найти не могу. Ну, поэтому решила, что, может, кастрюлька сойдет. Не знаю, хватит, не хватит. Две ложки у меня получилось. И вот сейчас... Я подозреваю, она будет сжать, наверное, на паузу. Может, там звук какой-то будет громкий. Ой, блин, как ее вставить-то? Сто лет не трогала я ее. О, вставила. Во! Сейчас просто покажу, как эта хрень у меня выглядит. Это как-то на их фото продолжается. Там еще должно быть гелет, она все еще не сжать. Вот, гелет я его на таком-то сложу. Вот, гелет я его на таком-то, когда-то не летите, когда-то в комнате. Вот так. Кажется, на нее нажимаешь, и палки выпрыгивают. Вот, что у меня вышло. Я его перелю вот сюда. Ну, и потом вам покажу, что получилось. Вся пена почему-то у меня осталась в кастрюльке. Ну, и там вышло чуть больше, чем на этот стакан. Ну, вот такое что-то, наверное, кремово-розовое. Совсем чуть-чуть тут где-то пены. Вполне оно съедобно, и я не поняла, наверное, это все-таки была смородина. Там какие-то даже кусочки ее плавают внутри. Меня попросили поесть на камеру. Я единственное не поняла, надо есть это во время АСМР или просто есть. Но я думаю, пить-то, наверное, это тоже можно. И еще я не знаю, как это все по громкости записывается, потому что мои уши все еще отказываются мне нормально служить. Но, кажется, товарищ Денис из Нижнего Новгорода жаждал какао. Какао у меня сейчас нет в наличии, поэтому, я думаю, вот это вот сойдет вместо какао. Ну, тут, может быть, видно, какие-то кусочки пенки. В общем, все больше склоняюсь, что мне надо купить этот блендер. Конечно, миксером удобно, надо только сообразить, в чем сбивать на будущее. Но я так поняла, вчера у Маньки в гостях нажала на кнопочку, и оно само все сделается. Правда, у меня был некий страх, что вот оно сейчас все нахрен взорвется, вылетит из этого кувшинчика и обольет мой маленький няшный телефончик. Я очень громко глотаю. Интересно, в камеру это слышно? Так, ну и если уж на то пошло, раз уж я решила это все-таки выкладывать. Хотя, совершенно не знаю, как оно там по звуку будет. Передаю приветы. В этот раз у меня на листочке в клеточку, так как это настолько спонтанно, что я даже не успела переписать на нормальную бумажку, ибо фотоаппарат у меня конкретно так разряжается. Привет, Кристина. Слушайте, вот мои каракули, если вы поймете. В общем, привет Кристине Цапаевой, если я правильно произнесла, если неправильно, извини, прости, пожалуйста. В следующий раз буду печатными буквами самой себе писать. Потом привет Полине Воробьевой. Привет. И Андрею Шульгану. Привет. Вот такие три привета. Ну и еще раз. Эти мои смайлики. Так, вроде я как убила двух зайцев, записала видео про то, как я что-то готовлю покушать, и про то, как я ем на камеру. Ну и возможно, если оно не сильно громко записалось, то возможно и вот этот ваш тихий говор. Не знаю, стоит ли пошуршать. В общем, если вы досмотрели до конца, ну, то я рада. И до новых встреч. Пока.